Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Номер 40. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 4 стих. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. Толкование блаженного феофилакта. Мужу воспрещает иметь покрытую голову не всегда, но только во время молитвы и пророчества. Не сказал так же просто, с покрытой головой, но имеющей на голове, дабы уничтожить покрытие головы не только одеждой, но и волосами. Ибо и тот, кто отрастил волосы, имеет на голове именно эти волосы. Почему же он бесчестит свою голову? Потому что поставлен начальником и властителем, а между тем сам делает себя подвластным. Ибо покрытие головы означает наложение власти на голову. Покрывало на голове занимает место властителя и служит знаком подчинения. Или так, постыжает свою голову Христа, унижая себя и теряя свободу. Ибо как малое тело постыжает голову, так и тот, кто от Бога создан свободным и самовластным, но сам унижает себя, как подчиненного, постыжает Христа, который есть глава его, как тело. Достойное исследование, почему апостол выставляет это как грех. Мужу и жене одному признаком власти, а другое подчинение дано многое и иное. Между прочим и то, чтобы один имел голову не покрытую, а другая покрытую. Как же не грех переступать пределы природы и мужу украшаться волосами, а жене не покрываться. Искореняет это явление, как признак своеволия, которая весьма губительна в делах церковных. Ибо ереси отсюда, а того, что каждый выходит из пределов узаконенного. Интересно, проще всего на голове мужчина ничего не должен иметь. Скажите, священники, сидят в шапке, молятся в шапке, куколь сделали, крест сверху. Да хоть тысячу христов налепи, но на голове-то уже что-то есть. Тут толковать вообще нечего. Выходит из пределов узаконенного. И далее. Весьма губительна. Ну как это, на голове у него... Тебе зачем говорить? Толкование уже дано. Значит, женщина будет открыта. Мужчине растить волосы. Священники, монахи волосы отпускают. Посмотрю я на кронштадтские какие. Но когда смотрим я на златоуст, он под бокс постриженный. Короткие волосы. Совершенно короткие. Все извращено. И притом доказать ничего нельзя. Как так? То я же священник, то ты меня учишь. То есть они вне этой кассы неприкасаемых. То есть я погибельное дело, не трожь меня. Мне покаяться нельзя. Мое место в аду. Вот как надо понимать. И попробуй с патриарха. Сними с него эти ушастые куколь-то. Вот эти уши сделали. Развесься здесь. Не поклониться ничего нельзя. Смехота одна. Куда проще-то? Без головного бора. Голова не покрыта. Все, толкования никаких не надо. И поневоле рождаются всякие ереси. Тут написано, откуда ереси. Родоначальники это ереси. Это все священники. Ари, Нестори, Архимандрит. Ихтихий пошел. Первое Коринфянам. Одиннадцатая глава. Пятый стих. И всякая жена молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. И потом, в храме, вот посмотри, сколько и везде, даже в царское время, глядишь, цариса, все без головного убора. Дочки ее без головного убора. То есть это давнешняя язва. Мусульмане это поняли. Вы мусульманку с открытой головой вообще не верите. Я пещи делал у мусульман где-то. И она мне рассказывает, а у нас такой закон. Солнце не должно видеть волосы. Кто ей давал этот закон? Откуда? Ну, Евангелие-то выше, все равно. А как лучше верить? Ну, верить живому и мертвому, разница есть или нет. По их учению, Иисус не воскрешал. То есть они верят, что он мертвый был и умер, и все. Умер, как человек. А мы верим в воскресшего Христа. Все время оставаться во грехе, думать, или ты имеешь прощение. Сравнивать даже не с чем. И что? Царство Небесное как? А у них как это? Дикий, жуткий разврат. Там, где они думают, Царство Небесное. Гури будут, обновления будут. Такая билиберда. Это даже у самого гнусного бомжа такого понятия нету о Царстве Небесном. Нет, это есть. И люди верят, это миллиарды. Ну, где это видно такое? Даже сравнивать не с чем христианство. Из христианства уходят те, которые не знали христианство. Если сказать о целомудрии, вот они сумели. Самое важное, что я нашел в мусульманстве, это намаз. Вот это положительное из положительных самых. А дальше убей, отрежь голову и прочее. Кто там перешел в христианство, найди его, убей. Ну, явно, что от сатаны все это. Он человек-убийца и лжец. От Бога то, что любовь. Бог есть любовь. Поехали. Толкование. Были, как я сказал, и женщины с даром пророчества. Например, дочери Филиппа. Деяние 21 глава, 9 стих. И многие иные. Что же подстрижает голову свою? Чем же? Тем, что объявляют голову каким-то изгнанником, отступившись от веренной ей Богом власти. Знай так же, что мужу воспрещают быть покрытым, как сказано, во время молитвы и пророчества. Значит, патриарх не молится. Епископы не молятся. Вообще не молятся. Священники, монахи вообще не молятся. Отсюда вот вывод-то откуда. Они не молятся. Просто стоят и все столбами. И доказывать ничего не надо-то. Знай так же, что мужу воспрещено быть. Знай. Они этого не знают. Почему? А для этого и кончается семинария Академии, чтобы любое безумие оправдать. Знай. Они не знают. Пока ходил, нормальный человек был. Теперь ангельский чин, назначают себе звание. И все это. Такая безумная игра идет. Сними с головы покров, шапку-то, шиби ее с себя. Помолись хоть один раз за всю жизнь. Пока не было священника, молиться можно было без головного вора. Но я в шапке приду. Можешь стоять? Нельзя. А пришел какой-то монашек. Стоит в шапке в храме. В храме в шапке. То есть ему молиться нельзя. Ну толковать вообще нечего. Просто его нужно наклонить к низу, чтобы потом куколь этот забросить куда-нибудь, чтобы он его искал в темноте. А жене воспрещает быть не только в это, но и во всякое время. Ибо всего он желает, когда говорит, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Вот так. Все, в любое время. Вы найдете даже старинные где-то, чтобы голова была покрытая. Даже зимой вот и живут женщины, но на себя что-то там снег падает, когда наденут. Мы проехали буквально всю Европу. И мусульман не видели ни одной, чтобы она была открытая голова. Как это так? Люди, не знающие истины во Христе, они это знают. Здесь сатана трудится, все извращено. И как одеваются они, волосинки не видны. Придумали хиджаб название. Да будут они благословены, да обретут путь ко Христу. За покрытую голову. Как быть обритой ей всегда стыдно, так и быть непокрытой стыдно всегда же. Царису, посмотрите, цариса. Все время открытая дочерь. И по порядку, которая там, институт благородных девиц, везде. Крестьян показывают, крестьянки все покрыты головами. И девочки даже маленькие, у крестьян. То есть единственное, кто молился и в ГУЛАГе мог получить прощение, а эти нет. И даже на иконах их рисуют с открытыми головами. Ну там какие-то нарисовали на головах, что-то какие-то. Еще она в глаза может не видала. Все обман. Сущий обман. Волосы заменяют собой покрывало. Посему снимающие из себя покрывало, похожи на снявшие из себя волосы. Вот так. 1 Коринфянам 11, глава 6 стих. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть не истрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Толкование. Продолжает доказывать, что быть непокрытой сходно с тем, что быть остриженной. И как стыдно последнее, так стыдно и первое. Всем этим выражают, что женщине всегда стыдно быть непокрытой. Вот понимаете, православные ходят все в храм. И платок ненавидят просто как. Значит не молятся. Отсюда вывод не молятся. Россия не молится. Они за весь мир, за весь мир молятся. За свою башку помолись хотя бы, чтобы покрыл ее Бог. Первое Коринфянам 11 глава 7 стих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Вот отсюда муж не является славой Божией, патриарх там кто папа. А жена не является славой мужа. Отсюда прямо вывод. То есть каждый живет как думается и делает то, что кажется справедливым. Ибо царя нет. Царя ищут, а сами живут без царя в голове. Толкование. Первой причиной выставил то, что муж имеет головой Христа и посему не должен покрываться. Теперь представляет и другую причину. То, что он есть слава Божия, то есть наместник Божий и образ его. То есть является муж, имеет головой Христа. Отсюда вывод, который патриарх носит на что-то на голове под разными названиями. Не молится Христу. Христос не является главою. Тут прямой вывод-то сделай. Ну ужаснитесь однажды. Снимите с себя эти шапки-то разные. И вот нашьют там камеловка, и там куколь и прочее. Ой-ой-ой. Посему представителю власти царя всех должно являться перед него со знаком этой власти, то есть с непокрытой головой. Ибо она служит знаком, что муж не подвластен никому из земных, но сам господствует над всем, как образ Божий. А жена есть слава мужа, то есть подчинена мужу. Посему и являться ей должно со знаком подчинения. А таким знаком служит иметь покрытую голову. И вот сидят маленькие девочки. Мне прислала мусульманка. Руки вот так вот. Все до одной в платочке, в хиджабе. А там совсем махонькие девчонки-то. На них смотреть одно удовольствие. 1 Коринфянам 11 глава 8-9 стих. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Толкование выставляет причины, по которым муж преимуществует пред женой. Именно, жена создана из ребра его. И не он создан для нее, а она для него. Ибо сказано, сотворим ему помощника. Бытие 2 глава 18 стих. Как же мужу покрываться, когда он так почтен от Бога? В таком случае он похитит в себе женскую одежду. И сделает то же, как если бы, получив диадему, сбросил ее с головы, а надел одежду раба. Сколько я не говорю, у нас даже батюшки все говорят, а почему он носит косичку, как баба? Много раз говорил, ночью подкрасться, а стричь никак. Стоит на своем, какой-то ответ ничего не дает. Почему? А потому что там получил рукоположение, и все оттуда идет. Московская патриархия. Вот это зараза просто. Ну убери ты эту косичку, ты зачем она тебе нужна? Никак. А что тебе, честь какую-то дает, нет? Ну патриарх-то ходит без косички. Алфеев стрижется, как положено. Даже здесь, возьмите пример, нет. Стоит на своем, ни в чем не меняется. Как будто никогда в руках Библию не держал. Первое Коринфянам 11 глава 10 стих. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею. Для ангелов толкование. По всему сказанному, говорит, жена должна иметь знак своего подчинения. А это значит неподчиненная, не слушается, мужья подкаблучники. Вот что за этим идет дальше-то. То есть, если не иное что, то на голове покрывало из благоговения пред ангелами, дабы и перед ними не явиться бесстыдницей. Она бесстыдница, а то миссионерский отдел знает. Вот это наденьте на своих жен хотя бы. Челки, чтобы не стригли. Раскухорятся, что-то других учат, а бабу, говорит, свою не может поставить в закон. Не выйдешь из дома, за стол не сядешь, без платка нигде. Все кончилось. Батюшка вот приезжает, матушки со священниками, без платка. Я прихожу, за столом сидит. Сразу скорее. Я только зашел, скорее начинает суетиться, надевать. А он сидит с ними, и нужны даже нету. Ибо как покрыта головой, опущенными вниз глазами, жена доказывает свою почтительность и верность положения подчиненной. Глаза вниз, это в Новом Завете, это не в Ветхом Завете. Так не покрыта головой, она обнаруживает бесстыдство, которого отвращаются и ангелы, присущие верующим. Ну вот как, попробуй сказать это. Так это в семьях-то, священников-то. Я вот у них был там, помогал, пещи делал там, что-то по строительству. Даже говорить не надо, чтобы она платок наделала. Никак. Подходит какая-то нас сетка на голове. Ну видно, что лет под 80 ей. Губы накрашенные. И причащает ее архиепископ Антоний Синкевич, город Лос-Анджелес. Это самый строгий у них считался. Я ей после, с ладыкой гуляли, я говорю, а почему она-то... Ой, что вы, это матушка-вдова. Матушка-вдова? Ужас какой. Я говорю, ну а как же другие-то глядят? Ну а губы накрашенные, почему допустили? Ну, как бы не оттолкнуть. Не оттолкнуть. Да чего ее толкать-то, она уже лежащая. Труп. Я... А когда вы скажете? Ну если она, я причастил, и на ложечке останется краска, я тогда ей скажу, а как другому брать ее? Понимаешь, нет? Разврат умов. Искажение слова. Вдова священника прожила жизнь с непокрытой головой, крашенными губами, как этот валан говорит. Под боем красным, с шаркающей походкой кавалериста. Так и это. Шаркающей походкой вероотступница, она приближается к чаше. И священник, развращающий людей, стоит с чашей. И рядом ангелы стоят с мечом, и они не боятся. Вот бы как надо написать. А тут Булгакова не хватает. Клименджи, автор книги «Строматы», довольно тонко разумел под ангелами праведников церкви. Жена, говорит он, должна покрываться, дабы не соблазнить их на блуд. Вот так. Вот куда связано-то. Это блудницы стоят, непокрытые головами. На букву «Б» переполнили весь храм. Они переполняют. И непокрытые, причащаются, и девы. А вот у старообрядцев полголовы, если она не замужем, полголовы открытая. Полголовы. Даже у нас были членами, только туда поехали, сразу раз, полголовы открытая. Что вы делаете-то? Готовите блудниц? Чтобы кто зашел, видел, она не замужем. То есть это сигнал дает, готова, 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 возьми меня. Ты наоборот ее скрой. У нас покрыты как, посмотри, девочки все знают это. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 11 стих. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа. В Господе. Толкование. Говорит это потому, что придал больше преимущества мужу, доказав, что жена от него, и для него, и под властью его. Чтобы не возвысить мужей сверхнадлежащего, а жен не унизить, говорит, что при первоначальном творении жена действительно так создана от мужа. Но теперь и муж не рождается без жены. Впрочем, в Господе, то есть все творит Бог, и оживотворяет семя, и укрепляет утробу. В Господе это означает, что за верующего выйти, еще вот что не договаривают. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 12 стих. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Толкование. Жена говорит от мужа, ибо доселе еще остается за мужем то свойство, что жена от него. А муж через жену, то есть жена служит рождению человека. А большее действие в семени. По всему мужу нельзя сказать во всей строгости, что он от жены, но от отца своего через жену, как послужившую рождению. А о Господе Павел сказал не так, но родился от жены. Галатам, 4 глава, 4 стих. Он побоялся употребить предлог через, дабы не подать еретикам повода говорить, что Господь прошел через деву, как через канал, или потому что в рождении его не участвовал муж. А был он плодом чрева одной только ее. Это совершенство не мужа, но Божие. Если же все совершается силой Божией, сам же он установил порядок отношений между мужьями и женами, то не спорь, а повинуйся. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 13 стих. Рассудите сами, прилично ли же не молиться Богу с непокрытой головою? Толкование. А опять самих их поставляет судьями, дабы вполне подтвердить то, чего желает. Когда вопрос этот задают, сегодняшним так называемым богословом, это оправдывает, что они без платка. Что в мужских брюках, но у нее ширинки-то нет. А зачем она ей ширинка-то? Ей надо целиком снимать, чтобы оправиться-то. То есть безумие. Куда не посмотрят безумие. Ну почему она без платка-то стоит? Никогда. Посмотри, вот на занятиях у Осипа, там я гляжу. Сплошь и рядом без платка. А если стоят половины головы открыты, ни одной волосинки не должно быть видно. Мусульмане это знают. Казахи знают. Я в Казахстане делал пещи, и мне они все рассказывали о себе женщина. Солнце не должно видеть волосы. Это здесь ничего нету. Разврат умов. Толкование. Опять самих их поставляет судьями, дабы вполне подтвердить то, чего желает. Здесь намекает на нечто страшное, на то, что без чести восходит до Бога. Первая Коринфянам 11, глава 14 и 15 стихи. Хорошо. Показывает девушка православная, девушка и мусульманка, сидят рядом у одной Корана, а у другой Библия. А это без подка стоит лохудра. Распустила волосы, и щерица сидит. А эта одета, смотришь на нее, она целомудренная. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это без чести для него? Без чести для Иоанна Кронштадтского, для Игнатия Бринчанинова, для Пеофана Затворника, это без чести люди жили. Но если жена растит волосы, для нее это честь. Это стоит волосы, подстригает щелку. Зачем подстригаешь-то? Зачем? Где ты видел щелку у Божьей Матери подстриженную? Вон я на иконы вижу Елисавета. Подета, как положено. Это сестра ее. И сейчас уже что угодно рисует иконы. Убирать, говорит, со своих родственников, с прелюбодеек нарисует. Мне он сообщает, говорит, священник-то знает их, сказал, что это стереть. У меня интересно, в Барнауле, в правом пределе, Христос и Самарянка, сидит у колодца, и рядом краник, и вода течет. Я батюшке говорю, отец Николай Войтович, я говорю, какой краник? На колодец глубокий написано. Да вот что? Ну, хоть раз, один раз-то просчитайте, посмотрите. Ну, просчитал один раз, и что, гляжу, убрали, как замазали тогда, вообще не считали. В Новосибирске большая икона такая, воскрешение Лазаря. Лазарь выходит из гроба, руки раскинул, веселый, смеется. Из ресторана вышел, выпил, подгулял маленько. Да написано, развяжите, сказал. Ну, как вы могли это нарисовать-то? Как? Ведро краски купите и замажьте. Бесстрашие какое, пьяниц нанимает. Он никогда Евангелие в руках не держал. Зачем эти иконы нужны, которые позорят вас? Я-то и говорю не о всех иконах, я видел сколько. Я так, начнешь в храме осматривать, это ужас какой-то. Ну, как он из гроба мог войти и руки раскинуть, встречать им веселое такое? Ну, видно, что вести выпили с попом. И вот он теперь выходит, отдохнул в этой, в прохладце, там теперь на жару выходит и наконец все, проспался, вышел. Лазарь наш уснул. Так написано, уснул. Где он уснул? Это солнце смерть была его. Не знаю даже художники. А слово худо жить. Художник. Поехали. Толкование. Как же не без чести для мужа растить волосы, когда он через это принимает вид женщины и поставленный для господства принимает знак подчинения? Вот, на женщину похожий Анкерштадтский. И всех, которых показывает дальше, это женщины. Ну, посчитайте, житие святого Илариона Великого каждый год, говорит, сами себе отрезали волосы. Отрезали. Вот в пустыне. Каждый день в парикмахерскую не находишься. Ну, написано, житие святых Дмитрия Росовского. Росовский Дмитрий стоит с длинными волосами. Ну, гляньте, маленько. Так где длинные волоса-то? Позорные. Просто позорниками сделали людей. Писание в руках не держали. Волосы. Мужчина. Ты не мужчина, тебя кастрировали. Ты все равно мужчина, но кастрированный. Откуда вы это взяли-то? Вот потлы эти распустят и безбожие. Спашрой безбожие. В иконописии везде. Но для женщины ращение волос есть честь, потому что она сохраняет всем в случае собственный чин. А сохранение своего чина для каждого честь. Подрезай челку проще. Она честь свою подрезает. Она не женщина уже, а так, полукровка какая-то. Для чего же нужно надевать и другое покрывало, если волосы служат одеянием? Это вопрос такой задают. Волосы покрывалом? А для чего? Считай. Для того, чтобы выразить свою подчиненность не одной только природой, но и свободным произволением. Вот как. То есть, да, действительно, так. Но Бог повелел, я подчиняюсь. Не будет. Я вот говорю, и вы сами присмотритесь. К причастию подходят. Без платка. В храме. Харисты. Все без платка. Мы проехали Россию. Повторяю. Чтобы встретить, женщина шла в платке. В платке. Никакую-то шашмуру надела. Нету. Как только заехали в мусульманские республики, это Осетия, Ингушетия, Чечня. Абсолютно другое государство. Одно удовольствие посмотреть на женщин на этих. Первое Коринфянам. 11 глава, 16 стих. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая. Не церкви божией. Этот вопрос задают Осипову. Помню, это Кураеву задавали. И все отмечают, это ничего не значит. Это было когда-то. Это такое-то дело. А там шотландцы юбки носят. Он где угодно будет блуждать, говорить. Когда написано, кто имел такой обычай спорить, то не церковь. Даже это не в церкви люди. Отсюда вывод. Раз они спорят, это не в церкви. Они вне церковные. Несмотря, что там на себя натянули одежду, рукава вот такой ширины, как юбка цыганская, стоит таким рукавом, машет. Здесь приехал у нас митрополит. Я говорю, это зачем? Когда-то все из Греции получили. Видимо, он не привязан к этому. Ну зачем тебе такой рукав? Ей рукав такой нужно еще воровать. А иногда раз и в рукав. Платье такое же надето. Цыганские юбки надели на рукава. Пошел. Толкование. Подлинно противоречить в подобных предметах дело любопрения, а не размышления и разумения. Поскольку, может быть, коринфяне желаем помудрствовать, пускались в рассуждения, чтобы доказать безразличие всем делом. Да, разницы никакой нет. Главное душа, главное сердце. Да как от избытка сердца все это делается-то? То апостол говорит, что ни мы не имеем такого обычая, то есть или спорить, или чтобы мужу растить волосы, а жене не покрываться, ни прочей церкви. Поэтому вы противитесь не нам только, но и всей церкви. всей вселенской церкви противятся. И кто более всего противится? Тех, которые женщины не давают плана. А уж я не говорю про сектантов. Это редко, когда они что-то сверху кинут прозрачно, не подвязанно, еще просто в виде шарфика-то. Нету. Единственное, где правильно одевается, хорошо, это мусульманки. Поэтому даже отвечать нечего на это дело. И в церкви Божией нет. Нет обычая спорить об этом. Вот у нас, почему этого нет? У нас нет, все одеты. Да, у вас мало так. Ну и что мало? Приехали к нам представители власти, приехали, пришли корреспондентки, ее сразу Наталью Сохарю завели, рядом, где кочегарка одели. И она как? Приехала секретарь, секретарь городского УВД города Барнолова. Она приехала и журнал охрана и такое министерство внутренних дел. И она там улыбается, сидит, и кто это? Ваш человек? Нет, это из отдела. Секретарь Саша Морозова. Она одета, как красотка сидит, посмотреть любезно. Она вообще приятная, а тут еще ее одели-то. Все одеты. Кто бы у нас не приехал по форме, тут же одеты. Сразу. Первый раз. А нет, нету, стой за дверями, как меня спрашивают. Ну а женщина вот в брюках, вы их выводите из храма? Я говорю, никогда этого не делаем. А почему? Да потому что не запускаем. Кого выводить-то? Нам выводить некого. У нас ни одна через порог не переступит. Это должно показать слушателям, ничто не делать сверхобычия апостольского. Первое. Коинфянам 11, глава 17 стих. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Приехали до района, и батюшка им показывает, и женщины, я не знаю, милиции или кто были, и они, что-то я не знаю, они как-то так одеты-то были. И он заводит. Я стоп, в дверях тормознул их. А куда идете? Ну, сказали батюшку показать храм. Через окно смотрите наружу. Не оскверняйте храм. И батюшка сразу тормознул, и назад. Зачем же ты их заводишь-то, пакостных? У нас в деревне даже она приезжает покупать что-то, продукты. Из машины не вылезет без юбки. И она это знает. Один раз, а в следующий раз приезжает, как одеты. К нам приехали в Роспотребнадзор, и все оделись. Без юбки ни одной не было. Прокурор оделась, и женщина, она не все в брюках. Ну, мы, говорит, знали, уже сказали, такой порядок. Тогда разговор другой-то. Не положено, это адрес-код. Да они имеют власть, никакой власти нет тогда тем. Власть надеет власть мужа. Она десятого может иметь. Какая у нее власть? Она, говорит, что ниже пояса ума не даст. Власть. Толкование. Как первые верующие, имея все общее, питались за общим столом. Так и с подражания им, хотя и несовершенного. В некоторые установленные дни, быть может праздничной, в Каринфе, после причащения тайн, предлагалось общее угощение. Богатые приносили яство, бедные были ими приглашаемы и угощаемы. Через разделение же этот чудный, дружелюбный и любомудрый обычай был извращен. И не всеми соблюдался. Чтобы исправить это, Павел и пишет, и поскольку при обличении в пороке, прежде всего помянутом, он имел много покорных, то говорил, хвалю вас, стих второй, а как в настоящем случае дело было в ином положении, то говорит, предлагая сие, не хвалю вас. То есть не хвалю вас, потому что снова завещаю вам и убеждаю вас в том, о чем я вам намерен говорить. Вам, по собственному уразумению, следовало бы не грешить совершенно, не вынуждать к увещанию. Вам следовало бы преуспевать к лучшему и делать собрания более щедрые, а вы уменьшили и господствовавший уже обычай. И хотя сходитесь в одной церкви, но не для того, чтобы есть вместе. Это-то и худо очень, то есть то, что вы изменились к худшему. Первое Коринфянам 11 глава. Главное, Павел не боялся их обидеть, волосы растили, прямо поставил на место. Женщине покрытой прямо сказал, она сейчас спорит, церкви не спорят, нет обычая такого. Почему не боялся оттолкнуть экономию, слова придумали лукавые, хитрющие слова, динаминации, конфессии. Нет этих слов, есть слово ересь. Сатана прикрыл слово ересь. А где никто не говорил? Никто не говорил, я первый заговорил об этом. Везде конфессия, конфессия, динаминация. Первое Коринфянам 11 глава, 18 стих. «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему я отчасти верю». Толкование. Не тотчас начинает речь о трапезах, но прежде прорицает их за то, что между ними бывает разделение. Ибо действительно, оттого и ел каждый порознь, что между ними были разделения. Дабы не сказали, что клевищащие на нас лгут, не сказал ни. Верю. Дабы не сделать их более бесстыдными. Ни, не верю. Дабы не явиться напрасным обличителем. Но отчасти верю. Да и вероятно, что обычаи тот нарушали не все, но часть. Все на этом.